Здравствуйте! Сегодня лекция номер 5. Тема приборы и преобразователи для измерения температуры. Первый вид термометров, о котором хотелось бы поговорить, это монометрические термометры. Принцип их действия основан на измерении давления жидкости газа или пара в замкнутом объеме при нагревании или охлаждении. Мы все знаем, что при нагревании давление газа увеличивается, потому что увеличивается кинетическая энергия движения молекул. При остывании давление газа уменьшается. Эта зависимость позволяет определять температуру. Эти монометры используются для измерения температуры в довольно широком диапазоне, от минус 160 до плюс 600 градусов. Я вам советую посмотреть вот это видео для информации. На этом слайде показана схема этого термометра. Термометр состоит из следующих частей. Во-первых, это термобаллон. Именно этот термобаллончик опускается в жидкость или в ту среду, температуру которой мы замеряем. В капиллярной трубке находится газ или жидкость, то есть рабочий агент или рабочее вещество. Это замкнутый объем. Мы опускаем термобаллон в среду, температуру которой мы измеряем. Термобаллон нагревается. Вместе с тем нагревается рабочий агент термометра, который находится в капиллярной трубке и в термобаллоне. При нагревании или охлаждении объем рабочего агента, это может быть газ, пар или жидкость, как мы уже сказали, изменяется. Давление, соответственно, тоже изменяется. И через монометрическую пружину, которая деформируется при изменении давления, и когда она деформируется, она перемещает данный механизм. Четвертое – это тяга. Пятое – это сектор. И когда пружина деформируется, если давление растет, то эта стрелка будет показывать увеличение температуры. Стрелка номер 6. Потому что когда давление будет расти, пружина будет деформироваться, и через этот механизм стрелка будет подниматься вверх. Когда температура будет падать, давление тоже будет падать, пружина будет сжиматься, и данный механизм будет передавать движение стрелке. Стрелка будет опускаться вниз, то есть будет показывать уменьшение температуры. Вот такой несложный механизм. На таком принципе основана работа монометрического термометра. Какие есть достоинства у монометрических термометров? Во-первых, это возможность усмирения температуры без дополнительных источников энергии. Это значит, что данный термометр не нужно подключать к электросети. Например, да? У них простая конструкция, они виброустойчивые, взрывобезопасные, и у них доступная цена. А какие у них основные недостатки? Во-первых, это невысокая точность измерений, и это трудность ремонта при разгерметизации измерительной системы. Помните, мы говорили, что внутри этого термобаллончика и капилляра находится рабочий агент, например, газ. Представьте, что термобаллончик был пробит чем-то, и весь газ, конечно же, выйдет. И ремонтировать такой термометр потом будет очень сложно. Также низкая прочность капилляра и небольшое расстояние дистанционной передачи показаний. То есть, то место, где находится человек для измерения температуры, у него этот термометр, на определенном расстоянии может находиться среда, температуру которой он измеряет. Если условия небезопасны, он должен находиться на большом расстоянии. Но такие термометры, они не позволяют находиться на большом расстоянии от того места, где вы измеряете температуру. Ну, понимаете, да, почему? Потому что всё определяется длиной вот этого капилляра. И что значит значительная инерционность, как вы думаете? Инерционность – это задержка термометра в выдаче показаний температуры. Например, электронные термометры почти за несколько секунд уже вам показывают правильную температуру. Но монометрические термометры – нет. Тут придётся ждать. Придётся ждать, пока камера нагреется, пока жидкость расширится, пока давление передастся монометрической пружине и пока через механизм расширения монометрической пружины передаст движение стрелки. Иногда приходится ждать довольно долго. И это один из недостатков этих термометров. Нам понятно, что принцип измерения температуры термометрами основан на зависимости какого-то свойства рабочего агента, например, газа или жидкости, от температуры. Вот монометрические термометры измеряют температуру по принципу изменения давления рабочего агента от температуры. А какие ещё параметры могут зависеть от температуры? Электрическое сопротивление. Есть термометры, которые работают по принципу изменения электрического сопротивления в зависимости от температуры. Их называют термопреобразователи сопротивления. Это один из наиболее популярных в промышленности видов термометров. И он очень популярен, особенно там, где вам нужны точные значения температуры. Одно из преимуществ таких термометров в том, что они позволяют температуру замерять более точно по сравнению, например, с монометрическими термометрами. Как здесь написано, термометр сопротивления – это проволока из платины или меди, которая намотана на диэлектрический каркас, который размещается внутри корпуса. И это, собственно, и есть фотография термометра сопротивления. Пойдёмте дальше. Здесь показана зависимость сопротивления платины от температуры и зависимость сопротивления меди от температуры. Я думаю, вы уже проходили по физике, что зависимость электрического сопротивления вещества от температуры можно выразить таким уравнением. Ну вот, несколько причин, почему используются медь или платин. Металлы для таких термометров должны обладать некоторыми свойствами, не окисляться, не вступать в химическое взаимодействие с измеряемой средой, иметь большой и постоянный температурный коэффициент электрического сопротивления. Вот это величина А уравнений, температурный коэффициент сопротивления. Для каждого металла эта величина своя, уникальная. Изменять своё сопротивление с изменением температуры по прямой или плавной кривой, иметь большое удельное сопротивление, легко технологически производиться. Наиболее полно указанным требованиям отвечает платины и медь. Поэтому эти металлы используют. Ну, здесь также используют никелевые спирали. И здесь показан диапазон измерения температуры термометрами сопротивления, в зависимости от того, медный это термометр, платиновый или никелевый. Ну вот самый большой диапазон у платины, от минус 200 до плюс 600 градусов. У меди поменьше, минус 40, плюс 175. И у никеля от минус 200 до плюс 350. Основным преимуществом термометров сопротивления является их высокая точность, порядка 0,1 градус Цельсия. То есть плюс-минус 0,1 градус Цельсия. Можно быть уверенным, что эти термометры будут показывать точностью плюс-минус 0,1 градус Цельсия. В этом их, наверное, основное преимущество. Также нужно поговорить про другой вид термометров, который используется редко, но всё равно используется. Их называют конденсационные приборы, конденсационные термометры. Они основаны на принципе измерения температуры за счёт изменения давления насыщенного пара. Что такое насыщенный пар? Если вы посмотрите вот это видео на YouTube, я думаю, вам станет сразу понятно, что такое насыщенный пар. И здесь, посмотрите на этот график. Вот у ненасыщенного пара это прямая линия. Зависимость давления от температуры линейная, потому что вот прямая линия. А у насыщенного пара зависимость нелинейная. Небольшое увеличение температуры приводит к резкому увеличению давления. Давление насыщенного пара растёт с увеличением температуры гораздо быстрее, чем давление насыщенного пара. Конденсационный термометр – это тот же самый монометрический термометр, но в термобаллончике и в капиллярной трубке находится не одна фаза, не только газ, не только жидкость. Там находится и жидкость, и газ. Вот две трети объёма занято низкокипящей жидкостью. Остальная часть объёма, другая треть, одна третья осталась, которая заполнена насыщенным паром этой жидкости. Понятное дело, когда температура увеличивается, давление насыщенного пара тоже резко увеличивается, и за счёт механизма движение передаётся стрелке, и стрелка показывает вам температуру. Вот если вы посмотрите, то вы увидите, что изменение давления насыщенного пара непропорционально изменению температуры. Это значит зависимость нелинейная, как я уже сказал. Поэтому шкала конденсационного термометра получается неравномерной. Если вы внимательно посмотрите на эту шкалу, я сейчас увеличу масштаб. Если вы внимательно посмотрите на эту шкалу, то вы увидите, что шкала неравномерная. 40, небольшое расстояние, 80, уже вот то же самое расстояние, 40, между 40 и 80, оно уже больше, чем от 0 до 40. Вот расстояние от 40 до 80, оно больше, чем расстояние от 0 до 40. Видите, неравномерно. Следующие 40 градусов от 80 до 120, это расстояние ещё больше, чем расстояние от 0 до 40. То есть непропорционально изменяется шкала. И понятное дело, что в диапазоне от 0 до 40 или от 0 до 80, так как деления очень близко расположены друг к другу, трудно точно определить температуру. Но там, где деления расположены на большей дистанции друг от друга, вы сможете определить температуру с большей точностью. Я думаю, это понятно. Пойдёмте дальше. В качестве термометрических жидкостей используют пропилен, хлористый метил и другие. Эти термометры обладают более высокой чувствительностью, чем обычные жидкостные термометры. Также эти термометры обладают меньшей инерционностью, чем другие монометрические термометры. Что такое инерционность, мы уже с вами говорили. На этом сайте показаны хорошие рисунки и есть видеоанимация того, как работают такие термометры. Мы видим, что здесь есть жидкость, пар от этой жидкости, который через трубку, который находится в капилляре. И капилляр соединён с механизмом и стрелкой. Теперь смотрим видеоанимацию. Когда увеличивается температура, у нас пара испаряется, жидкость испаряется, образуется больше пара, давление увеличивается, деформируется трубка, монометрическая пружина, помните, мы говорили. И через механизм это передаётся на стрелку. И стрелка показывает температуру, которая соответствует данному давлению. Здесь информация на английском языке, но ничего, мы переведём, что здесь написано. Давайте посмотрим. Это, кстати, взято с этого же сайта. Since the vapor pressure curves are not linear, так как зависимость давления насыщенного пара от температуры нелинейна, видите, не прямая линия, а вот кривая. The scale for vapor pressure thermometers is not evenly subdivided. Гардуировка, то есть шкала, температурная шкала на таких термометрах, она неравномерная. Мы уже об этом говорили. Due to the exponentially increasing vapor pressure curves, так как давление насыщенного пара экспоненциально зависит от температуры, компонента, это когда у нас идёт резкое увеличение функции, значения функции при небольшом изменении значения аргумента. Ну, как здесь. Помните, я вам говорил, что в начальном диапазоне, где цена делений, где расстояние между делениями небольшое, будет трудно точно определить температуру, потому что не совсем понятно, куда стрелка показывает. 100,5 или 100, или 99,5. Потому что очень трудно это определить, так как цена делений небольшая, расстояние между делениями небольшое. Но вот в этом диапазоне, видите, где расстояние между делениями большое, этот диапазон выделен красным цветом, здесь уже легче, точнее определить температуру. Вы уже можете точнее увидеть, куда стрелка показывает. Vapor pressure thermometers should therefore be used in the upper third of the scale for sufficient measurement accuracy. Поэтому, если вам нужно точно определить температуру, такие термометры рекомендуется использовать именно в этом диапазоне температур, вот, 200 до 250 в данном случае. то есть в верхнем диапазоне, не в нижнем, а в верхнем диапазоне. Эти термометры are very sensitive, but the scale is not linear. Эти термометры очень чувствительны, потому что они измеряют температуру по принципу изменения давления насыщенного пара при изменении температуры. и давление насыщенного пара зависит нелинейно от температуры. Небольшое увеличение температуры, давление от чул резко выросло. Поэтому эти термометры очень чувствительны, но, к сожалению, шкала нелинейная, поэтому точно определить температуру можно только в верхнем диапазоне шкалы. Наверное, это всё, что я хотел вам сегодня рассказать. Конечно же, можно ещё найти много информации про термометры, и есть много нюансов, есть и другие термометры, но мы остановимся на этом. Я надеюсь, в лекция была для вас полезна. Продолжение следует...